Вернемся к моему другу из Индии. Я начал про него говорить. У него проблема с коленом была. И он решил пойти не к врачу, а, как бы сказать, к народному целителю. Некоторые-то нормальные, понятно. Будем справедливы. Я не говорю, что все они шарлатаны. Некоторые, ма-шаллах, аль-хам-ду-ли-лях, искренние, но я скажу вам вот что. Добросовестных, наверное, 1%. И я не преувеличиваю. Говоря 1%, я не преувеличиваю. Искренних таких целителей всего 1% из всех. Примерно. Вот он, значит, пошел к первому. И знаете, что сказал ему? Это, кстати, один из способов проверки. Говорит, у меня бедро болит. Чтоб проверить его. А тот ему, а-а-а, да-да-да, есть такое. Серьезная проблема с бедром у вас. Понятно, спасибо, до свидания. Ушел. Ко второму пришел, то же самое, говорит, бедро. Опять проверяет его. Тот такой, ага, есть такое. И так он обошел ряд лекарей. Они ему, мол, да, есть такая проблема у вас. В итоге он нашел настоящего. Тот его проверяет, а он, у вас нет проблем с бедром. К врачам он, кстати, тоже ходил. Сначала по врачам ходил. Я вам советую с этого начать. Найдите нормального врача. У вас, может, простая проблема-то вовсе. Может, вы едите что-то не то, еще что-то. Из-за чего-то простого нарушения у вас. Так вот, он по врачам уже ходил. В итоге этот лекарь осмотрел его. Говорит, а вы уверены, что в бедре боли? Да, говорит. Вот с этим бедром. Тот его осматривал, осматривал. Этот лекарь грамотным был. Не то, что эти шарлатаны. Которым лишь бы денег с вас содрать. И он ему говорит, мол, друг мой, я вас осмотрел, как только мог. Единственное, нашел проблему в правой коленной чашечке. И когда он это сказал, мой друг пожал ему руку и говорит, вас я и искал. Если вы нашли добросовестного специалиста по вашей теме, то причисто Аллах. Аллаха благодарите. Но их, как я уже сказал, около 1% добросовестных. Какой там джинны? Если в человеке джинн, и приходит такой человек, джинн уходит. Вот, например, какой-то пациент. И в него вселился джинн. Если его привести к добросовестному шейху, то смотрите, что случится. Если привести такого человека к экзорцисту. Знаете же, да, кто это? Тот, кто джинов изгоняет. Так вот, настоящий специалист своего дела в этой сфере о деньгах с вами разговаривать не будет. Еще раз говорю, до ваших денег дела ему нет. У некоторых из них может быть какая-то нужда. Если ты это увидишь, можешь предложить ему деньги, помощь какую-то, но фиксированных цен у них нет. Можешь им сколько хочешь дать, можешь даже ничего не дать. Ничего. И они все равно ничего не попросят. Вот такие люди действительно ахлюллах, люди Аллаха. Я знаю некоторых таких. Субханаллах. Вот есть один человек в Пакистане. Причист Аллах. Этот человек. Я с ним пересекался во время общения с пациентами. Случаи были с джиннами связаны. И вот в один из таких случаев я повстречал этого человека. Он просто Коран читал. Читал Коран весь день. Весь день Коран читал. Вот к нему обращался кто-то, да, с проблемой. Он читал совсем немного Корана. Ну, примерно минут пять. Максимум. Коран читал, и джинн уходил. Джинн не мог такого выносить. Не мог он оставаться. Этот человек помог многим людям в мире. И ни копейки он не попросил за все те десять лет, что я его знаю. Ни копейки. Если люди предлагали, он мог что-то взять. Но сам он ничего не просил. Конечно, он очень бедный. Много нужд у него. И все же он много милостыни раздает. Вот это искренний человек, который ради Аллаха это делает. Если вы знаете о таком человеке, что он где-то в мире живет, тогда, ма-шал-лах, конечно, аль-хамду-ли-лях, сходите к такому. А если не знаете такого, то помогите себе сами. То есть, ребят, смотрите, вот каждый из вас самостоятельно может избавиться ото всех проблем. Если там джинны в доме, вас, вашу семью джинны беспокоят. Каждый может избавиться. Расскажу историю. Правдивую. В Дьюсбери, в Англии. В Англии был кто-нибудь? Знаете Дьюсбери? Это место в западном Йоркшире. Как было? Человек один, индус, принял ислам. И он взял имя Ромар. После того, как принял ислам. И из-за того, что он из среды индусов, семья его околдовала черной магией. Очень серьезной, причем. Я должен прямо сейчас вам кое-что сказать. Я уже говорил, что могут иной раз джинны приходить. Наущать вас, нашептывать вам. Надо читать кульху Аллаху Ахад, другие суры Корана. Но еще бывает такое, когда люди наводят порчу. К черной магии прибегают. Делают что-то. Для дьяволов. Например, какие-то обряды поклонения ради них. И тогда к указанному человеку дьяволы направляют одного из своих. Такое действительно бывает. О таком Аллах говорит в Коране. Порча упоминается в Коране. О джиннах Аллах говорит в Коране. И вот как получилось. Этот брат, Ромар, у него вся семья индусы. Он пытался их к исламу призывать, не вышло. В индийской культуре есть очень сильная черная магия. Ее они и применили. Когда на него навели эту порчу, он начал сильную слабость чувствовать. Да и много чего происходило. Это, кстати, признак, что с тобой что-то не так. Когда ты у каких только врачей не обследовался, а они не могут ничего найти. Это один из признаков того, что твоя проблема не медицинского характера. Когда ко многим врачам ты ходил, многие врачи тебя обследовали и не могут сказать, что с тобой. И вот Омар начал ходить по шейхам, которые читают руки, к экзорцистам. Приходит к одному, тот не справился. К другому приходит, то же самое. К третьему, тот тоже не смог. Смотрите. Так же, как есть разные весовые категории среди боксеров. Слушайте. Ребята, не спим, я о боксерах говорю. Так же, как есть разные весовые категории у боксеров, так же есть разные весовые категории экзорцистов. Там так же есть свой полулегкий вес. Полулегкий. Потом что идет? Легкий вес. После легкого что? Нет, ты в боксе не разбираешься. Не бывает такого веса. Дальше средний вес. Тяжелый вес. Еще какие-то градации существуют. Промежуточные. Легчайший вроде. Как? Полусредний. Ну так вот. Если у вас какая-то серьезная проблема с порчей и джин, которого к вам привязали. Дьявол. Как? Майк Тайсон? А против него работает... Ну-ка, назовите кого-нибудь из полулегкого веса. Из полулегкого кого-нибудь или из полусреднего. Нет, из действующих кого-нибудь. Как? Как его зовут? Ганна Макгрего? Конор как? Да он же не боксер. А, да! Окей, давайте о нем. Мистер Конор Макгрегор. Если Конора Макгрегора поставить в боксерском матче против Майка Тайсона в его лучшие годы, да даже сегодня, один удар. Один удар и Макгрегор будет на полу. Майк тяжеловес. А Конор? Легкий вес или средний вес? Какой там у него? Ну вот. Если джин будет уровня Майка Тайсона, условно по весовой категории, то экзорцист ему нужен уровня Мухаммада Али, чтобы был крепкий специалист. Настоящий тяжеловес, чтобы его изгнать. Если экзорцист будет легковес или среднего веса, а джин, которого он пытается изгнать, будет тяжеловес, то у вас проблема. Понимаете? Поэтому люди ходят по разным шейхам, имамам, те им читают, читают, а изгнать не могут. И что делать? Что сделал этот брат Омар? Он по разным экзорцистам ходил, ни у кого из них не вышло. А он же только что принял ислам. И у него большие трудности были. Ночью джины нападали, потеял он, боли были в теле, много веса потерял. Врачи смотрят, не знают, что с ним. А он знал, что этот джин ему вредит. Что он сделал? Он прочитал, что наш священный Коран сам по себе является лучшим заклинанием. В итоге он начал изучать вопрос и узнал, что ученые советуют читать различные аяты Корана. В итоге он начал читать их сам. Он читал их снова и снова. И в итоге как получилось? Вот знаете, даже если большие проблемы у вас связаны с джинами, порчу навели. Вот я вам говорю, не нужно вам идти к какому-то шейху, какому бы то ни было экзорцисту. Вообще ни к кому. Вы сами можете исцелиться. Ромар что сделал? А он не алим, не ученый. Весь Коран наизусть не знает. Он взял эти аяты и стал их читать снова и снова, снова и снова. И как получилось? Когда ты читаешь, ты тренируешься, натренировываешь свой иман, то есть веру свою. Потихоньку идешь к уровню Майка Тайсона, становишься тяжеловесом. Если Коран читаешь много, ты тяжеловес. И никакой джин тебе не навредит. Никакой, каким бы сильным он ни был. Да и не все джины Майки Тайсоны. Понимаете, да? Большинство легковесы или полусредний вес. Когда тот, кто изгоняет джинов, силен, тяжелый вес против среднего. Он этих джинов будет щелкать, как семечки. Проблем с ними не будет. Но бывает такое, что экзорцист старается, руки читает, заклинание, то есть исламское, а джин не выходит.